Позовите его, без табличек поначнём. Позовите, пожалуйста, его. А чё звать, начинаем, блядь, чё и звать? Да потом-то вы, блядь, расставите, не готовите, блядь, них не на, блядь. Господа фонаристы, задавайте, пожалуйста, вопросы к главному тренеру команды гостей Сергея Викторовича Сенышева и главному тренеру команды хозяев Владимир Владимирович. Сергей Викторович, первый вопрос, наверное, от вам даст гостям. Как получилось так, что команда в радио губернаторе гидирует 3-0? Потом полностью хозяева перехватили инициативу? Да, это действительно так, что хозяева полностью перехватили инициативу. В Ульяновске будем разбираться. Я не люблю сразу после игры искать виновников. Но то, что после счета 3-0 нельзя себя так на поле, конечно, вести, но это ещё хорошо, что 3-2 закончилось, объективно говоря. Поэтому мы не имеем права так играть после 3-0. Просто я говорю за свою команду. У нас всегда с КамАЗом тяжёлый матч. Сейчас команду возглавляет мой хороший друг Владимир Концак, мы с ним давно уже знакомы. Но эти наши отношения не касаются игры. То есть, когда мы выходим, мы играем против друга на 100%. И мне вот не нравится, что моя команда сегодня не сыграла на 100%. Потому что счёт футбольный 3-0, он не заканчивается на этом футболе. Сегодня он ещё раз доказал. Ещё хорошо, что Боженька была на нашей стороне, и счёт не был сравнен. Это будет уже моя работа, как главный тренер в Ульяновске, что нельзя прекращать игру при счёте 3-0 в свою пользу. Результатом доволен. А качеством игры, особенно после счёта 3-0, недоволен. Что с Футбольным замена была выиграна? Да, он показал сразу, просигнализировал в конце первого тайма, что у него приводящий, и он через минуту уже готовит замену. У нас было два варианта с Аллахуддинов и Сафин, но остановились на Сафине. Он, к сожалению, не мог продолжить игру. Когда он был на поле, нам было поспокойнее. У нас нет такой хорошей длинной скамейки центральной линии. Мы сейчас занимаемся, заявка до 3-го сентября. Нам нужно найти ещё одного центрального полузащитника, потому что как ушёл на Ель, сразу стали проблемы. Это не дело, когда команда надеется только на двоих опорников, а нужно три. Третий был Саллахуддинов, он ещё очень молод, мы на него надеемся. И Сафин, который вообще на этой позиции, теряется от него позиция. Поэтому будем искать, у нас есть время до 3-го сентября. Ещё раз говорю, что хорошо, что так закончилось, что после ухода Хаби Мольна мы выиграли. Замена Халякина, которая за его победу, была тактическая? Да, только для того, чтобы мы заработали 3 очка. Понимаете, игра на завтра забудется, потому что до 3-х она была, а результат останется. У нас сегодня в турнире таблицы свои, по-моему, 7 очков, если я не ошибаюсь, да? Это на сегодня момент главное. У нас тоже, как и в КАМАЗе идёт, но за это главный ответ сам ответственный. У нас тоже, как и в любой команде, сейчас идёт становление своей команды. Не всё так безупречно и безоблачно, но уже ясны, какие штрихи подчеркивать. Я думаю, что сейчас уже пора к хозяям перейти. По игре начали, в принципе, равная игра, но всё изменилось стандартом. Очередной раз играем неконцентрированно и допускаем особенно те же ошибки, которые приводят, там ничего сложного не было. Когда ты не держишь своего игрока, наверное, это уровень наших футболистов. И второй мяч, ну, то же самое, то же самое с Аута там вынесли и при подаче неконцентрированно, особенно, ну, обидно, что допускают ошибки во многом опытные игроки. Успокоил в перерыве, сказал, счёт ещё 2-0, хотя ещё в первом тайме мы имели, особенно со стандартом, три просто великолепных, там, как говорится, и позиционных атак не попал тот же Родионов. В момента четыре имели таких хороших, да, хотя и у соперника были такие выходы, контратаки, где прерывали хорошо штук. Ну, я думаю, если бы мы один мяч забили, нам было полегче. Ну, не очень-то непонятный третий гол, конечно, поймали на контратаке. И там, честно говоря, есть ошибка, конечно, у ливратаря, когда крикнул сам, я вроде бы должен играть. Мы разберём, соперник поймал, и после этого, как-то мне показалось, мы сделали удачные замены, и, я скажу, что перехватили инициативу, забили два мяча, ну, я считаю, просто, просто ещё были, ну, три в сто процентов таких момента, когда выручил Родионов, и там не попадали, так, я скажу. Ну, я считаю, что даже второй тайм 40 минут после третьего мяча мы просто играли очень хорошо, очень хорошо, и перехватывали, и подбор всё был, и расшатывали, то, что и хотели делать, и те замены, которые вышли, очень усилили. Но, к сожалению, этот футбол, да, не хватило чуть-чуть, наверное, везения. Но если мы будем так же играть, я думаю, последующие игры, ну, придёт, наверное. Но надо усилиться, честно, я вам говорю. Наверное, после 9-го числа приедут ребята на правосмотр, потому что сразу скажу, надо усилить линии обороны, ещё позиции там некоторые, конечно, ещё надо нападающих более острых. Будем над этим работать, если будет возможность, и финансы, то усилимся. А так, я ребятам сказал спасибо за вторые 40 минут, но обидно, что мы дома проиграем. Конечно, перед болельщиками я хочу извиниться, да, они были правы, конечно, я думаю, и ребятам не было приятно, когда, хотя они старались, но выкрики были, и выкрики, в принципе, по делу, по делу. Как начали играть, вы сами видели, да, поддержка болельщиков погнала, и мы чуть-чуть не исправили ошибку. А так, есть над чем работать, и много работы. Так что, будем готовиться к последующей игре на выезде 10 минут. Какая изначально была установка на игру? Потому что, в частности, игроки, капитан, они сказали, что да, мы не выполнили установку. Не выполнили, потому что надо было перевести мяч на чужую половину и больше атаковать фланги. Да, мы разобрали игру, команда хорошо играет в контратаках, мы и все, в принципе, моменты, много создавали через фланги во втором тайме. Но надо усилие делать и не бояться играть. Не бояться играть. Хотя, я честно сказал, атака у команды «Волга» очень хорошая, очень хорошая, и они очень дисциплинированно моментами играли в обороне. Но, я еще раз говорю, мы как-то боязненно вышли, непонятно. Поэтому надо искоренять эту психологию. Может, и после поражения предыдущей игры в сюжетном крахе, хотя там тоже было столько же моментов. Но команда играет, мы будем исправлять, пропуская, а потом начинает очень хорошо играть. А что, кстати, психологии предыдущих сказали, что после двух попущенных мячей они взялись за голову и пошли в первый по разу? Потому что нам же теряют Поймите правильно, я же не говорю, там нет никакой накачки. Говорю, играйте любой тренер. В удовольствие у нас была теория слабые, сильные места. То же самое, мы наступаем, но даже первый гол, стандартное положение. Человек бежит, а у нас стоит и потом смотрит. Но это уровень пока мастерства наших футболистов. Мы опускаем того же Овечкина, например, чтобы он боролся с высоким футболистом. Приходит. Я не могу поставить Чучьялу против, например, нападающего, как вашего, Прокофьева, нападающего, потому что ростовые качества. Овечкин хорошо боролся. Еще скажу, да, я в первой раздевалке сказал, где-то некоторым футболистам чуть-чуть надо задуматься наверное о своем отношении в тренировочном процессе. То есть некоторые избавили, честно говоря. Не дорабатывают, не то, что не дорабатывают, не избавили. Мы же не просто ставим там тех или иных игроков. Закончился тот сезон, они хорошо выглядели, да, но не бывает там месяц прошел и плохо. Это значит, что человек не работает. Если что-то не хватает, индивидуально надо оставаться. Поэтому где-то и тут будем подстегивать. А что подстегивать, вы сами знаете, что надо. Надо конкуренцию. Поэтому будет конкуренция, будет подстегивание. И мне, я не от хорошей жизни, да, взял, опустил там того же Сагирова, да, в линию. Но у нас Жутанов на предыгровой там ковырнул, сломался, да. Поэтому и пришлось. Но усилие, атаку удачно будем практиковать. Но в некоторых моментах надо, чтобы и фланговые, и такие игроки были защитными. У нас не осталось ни одного, кто был на замене. Поэтому плану и выставляли. Удивила ли вас победа в Волге в прошлом, в Тюмени, и стояла ли вам в вашей команде по-особому наставиться на обувь. Мы в принципе ну все удивлены, да. Ну с хорошей точки зрения честно говорю. Почему? Потому что посмотрев эту игру, там Ливень был очень приличный, там, как говорится, и Ульяновская, и Волга играл очень хорошо, да. Были выходы, мы разобрали ее, показали, потому что хорошо играл на позиционных атаках, забил, и со стандартов были вот такие, как говорится, полумоменты. Ну и там Тюмень играл. Но сейчас, в принципе, вы посмотрите, да, вроде бы лидеры, да, играли там в первом тайме, я бы не скажу, что у нас конкретно переигрывали, да, во втором, мой коллега сказал, после двух-трекутов могли мы сравнять, а еще может быть, да, потом выиграть, да, сейчас такое становление идет, да, команды тоже у нас по сути дела, и мы, я еще раз говорю, я уже давно сказал, что нам надо, если мы хотим быть вверху, да, надо усиливаться и качественно. Не бывает, вот, один пример, да, видите, Сагирова усилив, но все равно качественный игрок, стандарты, подачи, берет на себя, надо еще усилить, пришел Гарайф, но хотим больше, я уже с ним поговорил, будем еще усиливаться, надо нападающий еще, чтобы была конкуренция для того же Овечкина, и это, ну и задняя линия, вы сами посмотрите, там есть, не буду по фамилиям, есть там, радуют молодые, тот же Родионов, там, я не скажу, тот же Клонцак, сегодня Клонцак, там, повыигрывал, там, все, перехваты сделал, я уж, я не люблю, как говорится, хвалить своего сына, больше претензий у меня к нему, там, есть на чем работать, но надо и хвалить, того же Родионов, Клонцака, молодых, выше Джихар Башев, того же Бухарова, Бухаров не играл в составе сегодня, потому что он, ну, почти не тренировался эту неделю, у него был ушиб, поэтому, как тренер, я не мог выставить, он не готов был на все 90, выставили Овечкина, но хотелось от него больше, Бухаров очень удачно вышел, я еще раз повторю, не только он, все, играл, как говорится, и вышел на замену, усилили, качественно, поэтому, надо усиление, но и с этим составом, вы поверьте, где-то можно притереться, где-то мы будем играть еще лучше, еще раз, все, спасибо большое, вам спасибо, пойдемте, что там, я вам покажу, я вам покажу, я вам покажу, такую музыку, вот там записи,